Сказка «Ёлка». Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там последний листок остался. Ура! Завтра Новый год! Завтра ёлка! Игрушки будут готовы, а вот ёлки нет. Решили ребята написать Дед Морозу письмо, чтобы он прислал ёлку из дремучего леса, самую пушистую, самую красивую, самую большую. Написали ребята вот такое письмо и скорее побежали во двор снеговика лепить. Работали все дружно, кто снег сгребал, кто шары катал. На голову снеговику старое ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо носа воткнули морковку. Хороший получился снеговик-почтовик. Дали ему ребята своё письмо и сказали «Снеговик, снеговик, храбрый снежный почтовик, в тёмный лес пойдёшь и письмо снесёшь. Дед Мороз письмо получит, найдёт в лесу ёлочку, попушистее, получше, в зелёных иголочках. Эту ёлку поскорей принеси для всех детей». Наступил вечер. Ребята домой ушли, а снеговик и говорит «Задали мне задачу. Куда мне теперь идти, не знаю». «Воф, воф, возьми меня с собой», — вдруг сказал щенок Бобик. «Я помогу тебе дорогу искать». «Верно. Вдвоём веселее», — обрадовался снеговик. «Будешь меня с письмом охранять, дорогу запоминать». Долго шли снеговик и Бобик, и, наконец, пришли в огромный дремучий лес. Выбежал навстречу им зайчик-побегайчик. «Где тут Дед Мороз живёт?» — спросил его снеговик. «А зайцу отвечать некогда. За ним лиса гонится. А Бобик — пуф, пуф, и тоже за зайца вдогонку. Опечалился снеговик. «Видно, придётся мне дальше одному идти». Тут как раз метель поднялась. Завыл-закружил снежный буран. Задрожал снеговик и рассыпался. Остались на снегу только ведро, письмо и морковка. Прибежала обратно лиса злая. «Где тот, кто помешал мне заяца догнать?» Смотрит, никого нет. Только письмо на снегу лежит. Схватила письмо и убежала. Вернулся Бобик. «А где снеговик?» «Нет снеговика». В это время лису волк нагнал. «Что несёшь, кума?» — зарычал волк. «Давай, делись». «Не хочу делиться. Самой пригодится», — сказала лиса и побежала дальше. Волк за ней, а любопытная сорока за ними полетела. Плачет Бобик, а зайцы говорят ему. «Так тебе и надо. Не гоняй нас. Не пугай нас». «Не буду пугать, не буду гонять», — сказал Бобик. А сам ещё громче заплакал. «Не плачь. Мы тебе поможем», — сказали зайцы. «А мы зайцам поможем», — сказали белки. Стали зайцы снеговика лепить, а белки им помогать. Лапками похлопывают, хвостиками обмахивают. На голову ему опять ведро надели. Глаза из угольков сделали. А вместо носа воткнули морковку. «Спасибо», — сказал снеговик, — «что вы меня опять слепили. А теперь помогите мне Деда Мороза найти». Повели его к медведю. Медведь в берлоге спал. Его еле разбудили. Рассказал ему снеговик про то, как послали его ребята с письмом к Деду Морозу. «Письмо?» — заревел медведь. «А где оно? Покажи». «Хватились?» «А письма-то и нет». «Без письма вам Дед Мороз ёлку не даст», — сказал медведь. «Лучше идите назад домой, а я вас из лесу провожу». Вдруг откуда ни возьмись, прилетела сорока. Трещит. «Вот письмо, вот письмо!» И рассказала сорока, как письмо нашла. Пошли все с письмом к Деду Морозу. Снеговик спешит, волнуется. То с горки скатится, то в яму провалится, то за пень зацепится. «Хорошо!» — медведь его выручал. А то бы опять рассыпался снеговик. Наконец пришли к Деду Морозу. Прочитал Дед Мороз письмо и сказал. «Что ж так поздно? Не успеешь ты, снеговик, принести ребятам ёлку к Новому году?» Тут все за снеговика стали заступаться. Рассказали, что с ним было. Дед Мороз дал ему свои сани, и помчался снеговик с ёлкой к ребятам. Медведь к себе домой пошёл спать до самой весны. А утром снеговик стоял на прежнем месте, только у него в руках вместо письма была ёлка. Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец!